всем привет меня зовут татьяна попова и это мой новый видеоблог на телеканале новый мир о международной безопасности на этой неделе я записала для вас интервью с известным правозащитником и блогером марком захаровичем фейгином а марк захарович первый вопрос к вам это вот по поводу признания россии государством спонсором терроризма в сша что это может дать реально но во первых это инициатива не первое потому что сейчас это остро обсуждает естественно связи с войной событиями в кременчуге и так далее ну и предшествующим в киеве с разрушением двух этажей по-моему мирного дома и так далее гражданского объекта ну где-то раза четыре сенаторы американские на моей памяти такие законопроекты представляли еще даже даже войны и разные поводы были там от боинга до отравления скрипалей применение химического оружия в сирии и так далее но вот сейчас как бы накипело в чем особенность этой процедуры казалось бы ну вроде как признали признали но это делается до сначала законопроектом который принимает конгресс а потом он передается собственно говоря в госдепартамент американский который собственно и реализует это решение или если он его не реализует он в определенный срок должен представить обоснование почему страна не признана не придан ей вот этот статус и соответственно так сказать чему не соответствует каким критериям требования которые 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 значит признаются такими по статусу страны спонсора терроризма и дело в том что госдеп конечно очень осторожен в этих вопросах таковыми странами страны спонсором терроризма призваны иран северная корея судан вот страны прямо вот патентованные с точки зрения американского госдепартамента хотя совершенно очевидно что масштабы сравнительные здесь явно не в пользу россии в силу ее крупности и преступления крупнее прямо скажем и по части поддержки терроризма и агрессивных действий войны все остальное тем не менее это вопрос политической воли если администрация сша делает этот шаг то естественно у этого будут последствия и со стороны москвы я думаю что больше опасения именно в том что москва не применят соответствовать этому статусу и теракты как раз прогремят начнутся уже громыхать по всему миру если они сейчас были локализованы то как говорится не дадим вас не дадим вас не дадим вам разочароваться в нас я думаю что эти главные опасения что россия будет устраивать теракты на всей планете там от америки до берлина от парижа до лондона нельзя этого исключать нельзя этого исключать ну вроде как сейчас это все локализовано в украине может в других местах точечно москва убивает своих оппонентов в европе диссидентов разного рода политических инсургентов и так далее а я думаю это главное опасение потому что возможности конечно москвы не сопоставим ни с ираном не сирии не с северной кореи не с суданом поэтому если на такое решаться а вы знаете что может быть страны балтии некоторые уже проголосовали за это эстония по-моему и литва проголосовали о признании россии спонсором терроризма понятно что у каждого свои критерии свои соображения по этому поводу и свое политическое участие в этом процессе но сам президент зеленский призвал потому чтобы соединенные штаты отреагировали на последние события именно таким образом признанием спонсором терроризма мы знаем уже критически это оценил значит президент макрон скажут для нас это не метод но ради бога франция может не признавать это ее правду ведь речь о национальных юрисдикциях мы понимаем роль сша и принятие именно ею такого решения она будет иметь более далеко идущие последствия чем любая страна в мире да ну не говоря там это последствия марк захарович а это запретят вообще сотрудничать с россией что будет но в конечном итоге именно так безусловно полностью исключить страну из международного процесса невозможно тем более идет война и попытки у его урегулировать связаны с контактами с москвой но конечно страна признанная спонсором терроризма не можно хоть не в двадцатках не можно хоть ни в каких международных организациях не может нигде голосовать ничего решать по существу ее место остается только в оонах в числе членов постоянных членов совета безопасно и она в результате этих действий может зашататься потому что ну как вы вместе голосуете со страной спонсором терроризм тоже странно значит вы уж будете последовательно если вы таковой эту страну признаете что тогда соединенным штатам и их союзникам в постоянном состоянии безопасности и других органах ну как бы не место сидеть рядом с такой страной это с одной стороны с другой ну как будут практические результаты будут блокированы все курс счета всех банков российских конечно финансирует терроризм будут запреты визовые более широко на всю страну распространяться действительно возможно отключение интернета глобальные сети в принципе запрещены любые договоры контакты ваша изучая американцев со стороны американских участников рынка или там политических или общественных структур и так далее пусть быстрее будет решаться вопрос конфискации гораздо быстрее то есть там рефлексии будет меньше между прочим это происходило с суданскими активами и сирийскими частично так что тут последствия конечно они похожи на санкционные но при наличии этого статуса конечно меняется совершенно политическая картина я бы так сказал россию понудят к изоляции то есть вот она если даже и пытается в эту изоляцию не попадать ну понятно по каким причинам глобальным экономическим персональным они еще сохраняют массу активов прикрываясь всякими подставными лицами то в условиях принятия этих решений то конечно россии ничего не останется с ее режимом который находится у власти просто изолироваться поскольку ее саму изолирует ведь все-таки процесс изоляции уже идет я повторяю в россии самой дабы исключить влияние на политический режим и возможность его смены сама россия закрывается сейчас уже сокращаются категории граждан которые могут выезжать из страны там уже давно кстати этот процесс идет почему-то никто не видит не могут выезжать там всякие военнослужащие не могут сотрудники полиции росгвардии фсб судей некоторые виды чиновников категории а там и так далее их родственники в общем имеют ограничения определенные сейчас они вводят запрет на полный запрет на выезд лиц располагающих гостайной и за такой выезд несанкционированный там чуть ли не семилетний срок предусматривается ну то есть по сути вы же понимаете изоляция идет а тут внешняя изоляция то есть металлический забор такой знаете как железный занавес его сам запад закрывает поскольку страна опасна она является сосредоточным терроризмом и его экспортирует соответственно конечно в этих условиях ни о каких вообще уже формах сотрудничества культурного общественного политического обменов вообще не может быть даже речи страна террористов должна замкнуть сама в себе я так понимаю что сша же не первая страна которая признает россию страной спонсором терроризма украина это сделала и по-моему страна этого я слышал в эстонии вот боюсь соврать про латвию не знаю точно нет ли но мы же понимаем удельный вес этих стран и и сша то есть как бы логика понятно что из сша это делает то это более существенно понимаете просто для литвы она может принять такой статус но все равно остаются какие-то граждане россии на территории там латвии и эстонии да и украины масса всяких других взаимоотношений их сложно избежать а для сша это вообще безболезно они же доказали сержание от нефти могли отказаться который конечно этот отказ привел от нефтепродуктов к повышению потребительских цен то уж от всего остального это вообще легко понятно там еще вроде как на сентябрь готовится референдум на новооккупированных территориях и лднр о присоединении к российской федерации как можете это прокомментировать ну я думаю они объявляют кстати дату они уже передвигать не первый раз там 12 июня звучало в мае хотели вы знаете они хотят присоединить это главное потому что вот эти разговоры по мирным планам ой давайте разменяем мы вам херсон а вы нам значит днр лнр это все игра эта игра но вы видели national interest вот это симис написал этот мирный план и типа это вообще обретает некую субъектность ничего он не обретает никто его не примет это хуже чем план марио драги потому что там если увидели все то же самое плюс значит типа референдумы на территории донецкой луганской областей понятно с каким исходом а остальное это еще вообще надо обсуждать как будет статус территории зафиксирован это не просто отдача обусловленная отдача ну и конечно со всеми прелестями признанием российского крыма значит нейтральным статусом разоружению армии там хоть смешная 150 тысяч и еще пистолетиками на вооруженные все вооружения отправить обратно и так далее ну кто на это согласится кто на это россии да понимаете этот вопрос ушел то есть говорить о не вступлении в нато а разоружение о там полной демилитаризации это вообще пункты которые закрылись навсегда на мой взгляд я не не могу решать за украинское общественное мнение за его власть взять в условиях войны когда истребляет целая нация отказаться от оружия на что а мы вам вернем херсон херсон никакой не вернут если останутся без оружия зачем возвращать херсон где логика херсон не вернут потому что он нужен для путепровода в крым по суше но с мостом а он нужен для того что это первый момент а второй момент чтобы не было выхода к морю обширного украины чтобы остался этот кусочек одессы потом займут его а так сказать не было бердянска не было мариуполя не было вот этого ничего чтобы полностью контролировалась до херсона вот до этой части ну до крыма точнее до крыма вся прибрежная акватория понимаете это тоже очень важно из военных и стратегических экономических целей они уже значит качают от этого значит они продовольственные создали кризис то есть смотрите как глобально влияет они торгуют чужим зерном и так далее они не откажутся от херсона другое дело есть препятствие и оно существенное они могут чтобы вы понимали потому что в украине иногда не понимает то будет референдум мы проголосуем там херсон никто никуда не пойдет никакого референдума физически не будет они просто объявили что референдум прошел вчера как же никто ничего не как все было вот фотографии все до свидания референдум сто процентов за присоединение к россии вот так проходит референдум в россии чтобы люди понимали что там не будет референдум как процедуры будет объявлено просто но даже такое объявление оно не приведет по замыслу кремля они именно так хотят построить ситуацию к тому что она все теперь российская территория и вы теперь с нами не воюете потому что мы можем ответить ядерным оружием именно так ставится вопрос а украина все равно продолжает что тогда применять тактическое ядерное оружие ой это чревато это может кончиться кстати вчера был интересный эксперт по поводу ядерного оружия вы имеете ввиду лушникова да но уж их он не эксперт он журналист очень известный он действительно там с послуженным списком он 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 всех просто знает у номер он его работал понимать он там со всеми питерскими работал сам из питера поэтому он с ними общается там с отдельными всякими членами семьи масса интервью с ними то он продолжает общаться и поэтому он интересен тем что он именно эту питерскую группу знает не только потому что он журналист там член совета был депутат линсовета он вчера же сказал что он вполне видит возможный вариант тактического ядерного оружия но он оговорился что при условии что он будет загнан в тупик с точки зрения что власть угроза будет его личной власти сам по себе херсон это не угроза личной власти вот отдельно взятые путин то есть если даже херсон будет деоккупирован войсками значит в ссу это не немедленно не приведет к тому что вот путин сразу повесить этого не будет ну конечно ну извините но херсон он же на правой стороне днепра им по факту правый берег днепра не нужен нужен левый чтобы этот коридор в крым и чтобы воду в крым а это левый берег это справедливо да но они же они же вы же понимаете в ссу деоккупировав вернув херсон не остановится они создают плацдарм для того чтобы тем более символическое значение что херсон это единственный региональный центр который удалось занять москве не харьков не киев там не знаю так далее чернигов их же не заняли поэтому тут еще некое символическое значение имеет но автоматического немедленного решения не будет все таки для того чтобы путин решился на применение тактического оружия тем более про не по неядерной украине хотя оговоримся что путин уже нарушает конвенцию тем что заявил собирается поставить скандеры м беларусь прежде без ядерную страну с без ядерным статусом с ядерными боеголовками мы это уже по меньшей мере нарушение всего чего только можно сейчас уже никто уже об этом не говорит уже понятно чего ожидать от путина но он говорит о том что загнанный в угол путин применит ядерную же вопрос другом а поможет ли это ему вот он его применит значит там же еще одна вещь была что я представляю с кем он поговорил значит что удар по банкового не будет потому что будет немедленный удар неважно какой по центру принятия решений то есть по путина решится ли на это запад ну бог знает какие у запада инструменты москва же тоже подозревает но не знает а вдруг у них есть что-то используя чего-то они могут сказать этот вопрос немедленно решить просто устранить путина поэтому рисковать не не решаются но еще раз хочу подчеркнуть что если в контексте вопроса о референ москва хочет присоединить херсон он им нужен да понятно левый правый берег это важный аргумент то есть проще будет обороняться так сказать сдав херсон и держа берег днепра но наверное там рассуждения другие и такие как мы не рациональные а прежде всего имперские они вообще говоря с расходами и жертвами не считаются то есть херсон все равно нужен для того чтобы обеспечивать ну статусность новороссии я бы так сказал поэтому да я думаю что они на сентябре готовят но как это пойдет если до сентября тем самым они же подстегивают желание начать контрнаступление сил в ссу понимаете ну раз до сентября окей значит мы в августе начинаем есть ли у них возможности для того чтобы защитить херсон это загадка мы этого до конца не понимаем наверно это знает в ссу какие там силы сосредоточены потому что то что публично там на картах вы знаете там американского института войны и другими такими же источниками распространяется может и не соответствует действительности может москва подтягивает какие-то резервы если они у нее есть мы не знаем мы сегодня в сводке после того как я пообщаюсь с вами там сводки есть подтяжка резервов на южный фронт это все похоже на то что они готовятся контрнаступление в сумму готовятся отражать готовить отражать да 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 они готовятся к обороне но с другой стороны если будет поставлено там современные вооружения которые обеспечивают наступательную операцию бронетанковые ракетные большее количество систем да вот этих и марсов но у меня извините конечно выборонить можете и минные поля наверняка сейчас там сеет значит закрывает фортификационными сооружениями скорее всего так оно и есть но если они будут под вечными обстрелами если будет хватать оружие боеприпасов и так далее чтобы все это превращать в одно большое месиво вопрос сложный по сути они могут защищать только город находясь в самом городе да действительно учитывая наличие мирных жителей все остальное для в ссу здесь тяжелый выбор но если удастся и этот город окружить то большой вопрос насколько они готовы находиться сами в блокаде такая знаете загадочная тем более там надо окружить то по факту только с двух сторон на с другой стороны там просто приезжать к днепру и все медленно уничтожать мне кажется тут вот как раз как говорил виталий ким у меня в интервью это губернатор николаевской области да он сказал что но мы просто оставили одну узкую дорогу по которой они смогли выходить и они быстро быстро ушли смотрите у меня еще вопрос вы сказали про лукашенко а как вы видите судьбу лукашенко и беларуси если они все-таки решаться вступить войну потому что появлялись сводках информация о том что там и российские военные готовят каких-то диверсантов из дрг из белорусских военных и что вот будут сейчас сборы террабороны какой-то непонятной гомельской области белорусской белорусской что вы думаете во первых решится он или нет и какова будет его судьба если он решится но на мой взгляд он не хочет участвовать вот это важный вывод потому что по поводу лукашенко когда мы рассуждаем нужно понимать что он делает через силу только то что неизбежно и необходим для его безопасности личной безопасности плевал он на все остальное самоубийственное вовлечение непосредственно вооруженными силами белоруссии войну с украиной может оказаться последним каплей может оказаться для него абсолютно самоубийственным шагом самоубийственным потому что ну во первых это третья сторона которая непосредственно ходит не одни вооруженные силы своими военнослужащими не участвует войне ну днр и лнр не считаем это не самостоятельно государства обычные марионеточные или метрофные зоны принадлежащие москве и так далее вступая в это снимается ограничение все остальные а ну если так то почему польша литва и в территории не могут использоваться для отражения агрессии потому что эта агрессия безусловно задевает интересы этих стран да и вообще надо в общем в этом смысле может оказаться тоже не в стране тем больше беларусь справиться легче от не москва разбомбить минск и его резиденции это вопрос одного дня до нескольких ударов ракет так чтобы он погиб и наверняка информация разведывательная может иметься для того чтобы просто нанести удары нет лукашенко и да начинается хаос беларусь начнется хаос но этот хаос может привести как тому что она будет немедленно присоединена к россии и оккупирована а может в принципе привести к тому что она будет как раз деоккупирована а лукашенко это все прекрасно понимает вот все что касается не всех этих его рассуждения об экономике и международной политики а о себе лично любимом то поверьте вам все это считать с карандашиком прямо на калькуляторе а вот тут вот то я это сделал а тут вот это получил да и по поведению его по его публичным заявлением не похоже так сказать воинственность его последовательность в этой воинственности по отношению к украине то он значит заявляет мы не дадим запад украины чтобы он отошел к западу то он заявляет что операция затянулась то он говорит о очень эффективной работе мобильных групп в ссу которые показали себя вот ты там на совещании тоже вот бери этот опыт и так далее то есть он понимаете маневрирует это видно он пытается обезопаситься со стороны запада да он запада боится его много чего наделал чтобы добиться того чтобы запад не дал себя в этом смысле обмануть и сделал ровно то что хочет уничтожить с лукашенко и это очевидно а с другой стороны он понимает что слишком тесная связь с путиным а еще неизвестно победитель ли путин или проигравший зачем же ему присоединяться к проигравшим это он точно не хочет сто процентов не хочет и и поэтому его действия они выглядят как непоследовательно с одной стороны да он предоставил территорию с которой беларуси взлетают самолеты там обстреливается территория украины оттуда заходим через полесье российские части когда на первом этапе войны они пытались захватить киев киевскую область но вы понимаете какая штука тем не менее в вовлечение непосредственно в войну вооруженными силами напомню они призывные то есть он пустит призывников не контракт не кадрированные какие-то части то есть а где гарантии что эти призывники так уж сильно хотят воевать с украинцами где такое вообще в принципе а что если так сказать все эти части возьмут да и дезертируют или того хуже перейдут на сторону врага скажем это нам плюс я вот услышал такой важный аргумент в одной из своих эфиров с гудковом кстати он сказал очень резонную вещь которая вроде банально звучит вроде как общее место а тем не менее но вот хорошо ты диктатор у тебя есть силовая составляющая есть там полиция там как они у них называются милиции силовые структуры кгб свое белорусское у тебя там какие-то армейские части спецчасти да ты бросаешь на мирных граждан вот кстати очень показательными вот этого дмитрия какого-то показали 2 воюет в украине который кедики снимал когда были протесты в двадцатом году в августе в беларуси помните да 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 а теперь он воюет в рядах украинской армии ну видно в подразделениях белорусских да очень кстати показательно какой дрейф происходит сознание людей так вот вот ты посылал на таких которые кеды снимают правда те которые кеды снимать теперь больше не снимают они берцы одевают а тут ты их посылаешь умирать потому что понятно что было украинская армия который из боев не выходит горячая такая да но переколошматит все просто понимаете то есть соотношение будет любое 20 тысяч там к пяти тысячам или еще какие-то сколько он может поставить еще непонятно боеспособных под ружье и направить в украину ну например чтобы перерезать маршруты из польши грузов военных ну и что но они все сгорят их всех убьют они же не обстрелили они в боях не принимают участие то есть а потом же как бы раскрыв этот ящик пандоры он чтобы а вы на нашу территорию не заходить о нет это не как с россией наш территорию не обстреливайте нас не убиваете ну не кто-то же так не будет я уверен что он это все считает ему это все передают я уверен что украинская сторона ему объясняет вот так на пальцах что будет и я думаю что он опасается именно этого в первую очередь за себя плевать он хотел на беларусь там беларусь это давно не беспокоит как любого диктатора который загнан в угол и ровно поэтому поймите вот миссия же макея его министр и нас на дело наша продолжается он уже катается в европу он пытается и что-то там выговаривает для себя но это же свидетельствует о том что он хочет получить какую-то крышу от европы от возможных вот по отношению к нему случае поражения путина претензии которые вообще кончатся могут для него очень плохо это вопрос жизни и смерти они вопрос тюрьмы и свободы еще вопрос по вот этим блокировкам поставок грузов до с одной стороны это литва которая не пропускает товары определенного типа по решению ес в кёнигсберг калининград а с другой стороны вот только что пришла информация что просила вице-спикер совета федерации косачёв чтобы артик уголь просила омз с норвегии разрешение на проведение российских грузовых грузов на шпицберген для каких-то шахтеров оказывается а норвегия их не пропустила но и сразу началась истерика мидов но как бы я думаю что норвежцы как раз не уступят знаю норвежцы интересно вот литву они пытаются сейчас продавливать как думаете продавят во-первых мы руководствуем заявление самого президента на у седа литовского который сказал нет этого не будет мне от чего не откажемся блокировки останутся и грузопотока по железнодорожному транспорту и автомобиль пока литва так заявляет если вы видели петро саштравичу депутат от литвы в европарламенте очень известный человек заявил о том что тем не менее публично заявил еврокомиссия пытается какой-то компромиссный вариант найти уговаривать литву на какой-то компромисс какие-то категории грузов пускать железнодорожным путем и я так понимаю что литва отказывается от этого компромисса но ее можно понять потому что если солидарно вместе с украиной и теми странами которые активно выступают в качестве союзников украины не действовать то обвините разжижение разрыхление происходит калининграде же и так стоят уже искандеры с ядерными боевых все это прекрасно понимают меня в калининграде группировка сосредоточен который готова вот по этой косе двинуться на клайпиду и так далее мы же тоже с вами прекрасно понимаем мы понимаем прекрасно также что сувакский коридор вот по линии границы с польшей от белоруссии до калининграда это по территории литвы это конечно мишень это конечно цель москвы и это вечная история она никуда никогда не уйдет то есть одно из двух либо ты уступаешь во всем в надежде что смилостивится имперская москва и не будет осуществлять против литвы военных операций или там каких-то гибридных действий и так далее либо ты противостоишь прямо готовый к военному отторжению да то есть ну отторжению агрессии то есть ты собираешь силы и здесь уступать нельзя если уступаешь что но я еще раз а как после этого а потом они скажут ну хорошо вот этого мы добились теперь пожалуйста будьте любезны значит обеспечьте нам другие возможности которые вы блокируете вот сувакским коридором полетные зоны возможность захода кораблей вот в аэропорты литвы ну клапецкий прежде всего иначе мы будем блокировать вас с моря например то есть вы понимаете с москвой нельзя играть методом уступок вот это самый гибельный путь потому что это все время делалось на протяжении 20 путинских лет с лишним уступки 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 и к чему это пришло к двум войнам но я имею ввиду прежде всего касающиеся украины все уступали всегда уступали и поэтому литва прекрасно видит перед ней живейший опыт украины понимаете марк захарович еще вы сказали про имперскую москву но при этом вот недавно на форуме в питере было жесткое заявление такая это какая-то новая веха в отношении бывших республик по отношению к кремлю ведь путину мы понимаем что он мстителен и злопамятен и как вы считаете чем это может обернуться для такая вы или путин побоится китай и это было условно говоря послание от китая нет это весло новая веха мы такого не видели потому что дело даже не содержание в резкой форме то есть ваши ваши вы там свои дела делаете мы совершенно к вам книг сам делать вам не обязаны не собираемся действовать в русле вашей политики будь то признание касается квази государства днр лнр будь то это касается санкционного режима будем его поддерживать нашу нам остается или же так сказать о дкб но это раньше звучало что не собирается присоединяться страны входящие в него военные операции в украине и так далее то есть но по существу ясно было сказано что вы не гегемон да вы влиятельны да вы влияете и на ситуацию казахстане конечно но для казахстана это самый острый вопрос уже у него проблемы северных территорий москва раз за разом заявляет на них неофициально претензии то под видом своих пропагандистов вот мужа симонян да то под видом значит помните уже тоже когда-то там чуть ли не революцию делал крепче был внук молотова такой да бесспорный депутат госдумы в программе политика значит симисом вот с тем самым саймсом заявлял о том что имейте ввиду что вообще говоря северные территории был тоже заявление миды казахстана и тогда ником фамилия вячеслав а вот я с ним депутатом был поэтому на самом-то деле это для казахстана остро стоящий вопрос очень остро стоящий вопрос то есть он не хочет чтобы его постигла судьба украины там грузии молдава молдовы и так далее не хочет боится ли он кремля конечно он боится потому что понять как его же приглашают и он соглашается потому что он как бы считался быть обязан за январские события потому что кремль однозначно поддержал его такая а не клан назарбаевовский клан пытался действительно сместить назарбаева под предлогами социального возмущения и ему это не удалось не в последнюю очередь потому что москва поддержал такая ей было выгодно тогда и сейчас ему на опережение нужно показать такая вот с одной стороны публично что вы над нами не хозяева раз второе конечно и безусловно такая в которой вы знаете что он китайский язык изучал мандарину он гимон заканчивал он в китае был послом казахстана помимо он поэтому конечно там связи с китаем си цзиньпином достаточно крепкий кто-то говорит ну нет вот есть проблема казахских общей на территории китаях да его это вообще не волнует ну честно говоря да это может чтобы общественному мнению потешить он занимается их проблемами там частично они переходят из китая кстати границу казахстан мусульмане и вот но по большому счету естественно геополитической игре китай это мощнейший сосед с которым нужно иметь вассальные отношения китай претендует на разрыхление гигионе москвы особенно центрально азиатском регионе но это очевидно и связи с движениями в афганистане талибаном связи с таджикистану кыргызстану казахстаном без злова китай претендует с одной стороны казахстану который я хочу вам сказать сильно зависим от китая по части инвестиций в нефтегазовый сектор гораздо больше чем от москвы у москвы имеет мили доли какие-то там в компаниях каспийских и других а китай наряду с голландии наряду с великобритании имеет значительный мажоритарный вес в нефтегазодобывающем нефтегазодобывающем секторе казахстан конечно это зависимость выше и конечно это тоже прозвучало и как и привет от китая нет мы теперь там хозяева мы теперь там у нас там и бизнес интересы и пожалуйста не надо указывать казахстану в какие блудные ваши авантюры ввязываться потому что а зачем это вот казахстану сейчас признавать для чего чтобы что чтобы оказаться тоже под санкциями или рисковать вообще говоря оттоком инвестиций а зачем 15 миллионов казахстану это не надо я думаю это прозвучало кстати казахская оппозиция очень раздосадованы такой оценкой такая она пытается оспорить это мнение говорить о том что дальние договоренность между такая вам и путина чтобы он его публично макнула просто зная путина это невозможно это раз на такое никогда не согласится ну это раз а во-вторых разводка могла быть более филигранная где-то что там там на западе заявил меня президент казахстан ну и ладно а в присутствии путина да еще сидя в одном прямом эфире на форуме экономическом да еще и в обстановке войны которые ведет москва а зачем не ну просто вот зачем нет я просто убежден да сейчас такая может отыгрывать маневрировать году нет ничего страшного такая у нас позиция у нас такое мнение общественное так далее но с точки зрения путина он этого не любит просто понимаете он просто физически это не любит а многие вещи вот судя вот если вы читали расшифровки которые мы видно слили президентский дворец елисейский дворец макрона переговоры с путина вы видели как он разговаривает не накапливая я на хоккей вообще до свидания да 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 то есть это в общем достаточно агрессивное злобное существо понимаете умеет скрывать надо дать ему должен потому что внешне всегда вид такого сдержанного того что он со всеми друг нашу западные партнеры на самом деле это маленький злобный карлик обратите внимание что он макрону под два раза повторял вот этот бред про там украинцы не выполняют они не соглашения ничего не происходит уже решил ввести войска и продолжал это рассказывать а тут такая в которой говорит да нет что это за квази республики зачем мы будем признавать их и путин молчит ну конечно публично такого не скажет зачем публично ввязываться в конфликт который он понимает его сделает выглядящим слабее потому что кстати вот эта публикация елисейским дворцом этих шифровок не понятно что сознательно это такое ну как бы показать что типа все ребята мы в войне до свидания не 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 а что а имеется ввиду со стороны франции да со стороны франции чтобы снять ответственность обвинения с макрону в том что он типа часто звонил путину ну конечно вы смотрите я пытался предотвратить войну я спасал людей причем он выглядит хорошо там во всяком случае в этой части он же сто часов разговаривал с путином нам показали кусочек но неважно значит может быть и все остальные сто часов такие же то есть я не просто вот с ним разговаривал сто часов там а как твои дела и главное это понравился ты слышишь меня я на хоккей собираюсь ну то есть они показали но вы же понимаете все такие разговоры и пишутся и фотографируются и фиксируются и видео снимается это все в архивах вы же понимаете это же нельзя будет сказать ой это все фальшивка какая нахрен фальшивка это все как бы все там где надо понимаете ой вырваны из контекста а ты правда хочешь показать весь контекст и хочешь увидеть и другие места я думаю это не самый кстати лакомый кусочек я думаю что сейчас русская сторона пойдет утечка чего-то что не выгодно макрону я даже не сомневаюсь в этом что они как-то ответят ну либо что-то макрон очень хитрый и очень изворотливый европейский политик очень опытный очень сдержанный как раз таки он публичные заявления вы видите какие дела а вот здесь как бы макрону действительно важно было показать что он на стороне мира на стороне защиты украины и он таким выглядит из этой слитой информации он не выглядит человеком который хочет сдадим украину пусть ее там раскупоросит все значит территории разделит а нам-то что нам хорошо как в общем его иногда представляет даже европейской прессы вот показывает его очень ответственным вдумчивым очень гуманистичным политиком который пытается сохранить жизни людей но повторяю это ошибочный план макрона потому что пытаться уговорить людоеда перейти на спаржу невозможно то есть чем жестче с путину а вот если вы с ним разговаривали так что ну слушай дружище я же тебя пытался ты не пошел на это значит наверное мы поделимся ядерными ракетами да понятно что это невозможно но в принципе мы и франции обладающие ядерным оружием у нас свое оружие на плутоне у нас свои атомные станции у нас все своем можем то мы наверное поставим все таки украину он же говорит там о том что президент зеленский заявил о том что он пытается заполучить ядерное оружие и советник советник макрон говорит это он такого не говорил видимо говоря о мюнхенской конференции о дезуировании будапештского за больное ну давай не будем тебя обманывать в ожиданиях давай мы ему дадим все таки ракет как ты вот беларуси даешь а мы дадим ему поставим ну мало ли ты знаешь ты обстреливаешь а он может тоже херахнуть по тебе вот такой разговор когда начинается вот тут уже ну как так ну погодите ну давайте договариваться зачем же так то ну а как по-другому с тобой не получается может по-разному попробовать тебя убеждали год вы смотрите там контекст ведь какой что раз уж мы об этом заговорили в контексте казахстана он говорит с тобой готов встретиться байден я ему только что звонил это прям накануне войны ну я советниками говорю зачем тебе советник когда у тебя есть ты сам ты президент ты принимаешь решение зачем тебе советники или ты что не принимаешь решение что крутится он выворачивается он ведет себя как глист понимаете и это безусловно свидетельствует о том что с таким типом договариваться нечем невозможно а как с ним договариваться ты с ним о чем-то договариваешься а он тебе значит расскажу фраза то зеленский говорит причастен к перевороту никто его горит не выбирал каком переворот каком переворот по той этой логике он сам путин тоже в результате переворот пришел к власти поскольку в девяносто третьем году ельцин разогнал на тот момент легитимный как считается парламент я таким мы не считаю но тем не менее и в результате этого стал президента а после него стал еще путин ну так извините меня есть уж ты не считаешь легитимным порошенко то причем здесь зеленский зеленского выбирал народ а он видите как заявляет а он нелегитимный поэтому на самом деле тут есть элемент шантажа истерики вот который казалось бы несвойственным путин все готово и он такой сдержанный такой сдержанный в невозможности заставить делать то что он хочет он заставляет путем войны да вот обстрелять кременчук там торговый центр а вы вот не соглашайтесь а мы людей убьем подписывайтесь пожалуйста на канал ставьте лайки распространяйте ссылки на это видео ваших соц сетях спасибо вам за внимание и увидимся через неделю